Кто где, но мы конечно же в золотом яблоке. Ксенечке нужно обновить ее косметику. Так вот эти арманины шикарнейшие, но нету скидки на них сейчас. Вообще обалденные просто. Так, ну смотрим. Мыло. По-моему это то итальянское. Поет масочки, но я не знаю какие они узкие или нет. Революшн. Какая палетка теней. Хорошие цвета. Поет, поет, поет. Маски опять для лица. Сейчас я, кстати, посмотрю порошок мой красный. Вот этот олдей я взяла. Шикарный. Мне нравится. Масок очень много. Пойдемте с вами посмотрим порошок. Так вот он. Вот сейчас такого красненького нету по распродаже, как был? Нет. Так, давайте дальше посмотрим. Все, уходываем. Все, уходываем. Бомбочки. Вот такого у меня не было, флоринда моя. Ух ты, как пахнет. Это что? Пудра. Обалденно. Ой, вот такое обалденное. Ландыш. Ну, хотя я ландыш запах не люблю. Гуава. Тоже хорошая гуава. Гуава. Крисмас. Насыщенный очень запах. Слушайте, ну мне очень нравится ландыш. Почему-то. Такие есть еще большие. Бергамот. Боже мой, бергамот большой. Интересно, есть маленькие? Там все большие, по-моему. Так. Ну, а Ир? Большая. Ну, я, конечно, возьму бергамот. Обалденный. И я возьму ландыш. Просто обалденный запах. Мыло для меня вообще находка. Просто находка. Но мне же надо взять какой-нибудь парфюм. Январь. Я буду покупать раз в месяц. Не больше. Вот это биби-крем вообще обалденный корейский. Классные у меня пробники были. Но я им не особо пользуюсь. Масочки наши по распродаже. 279 рублей. Я, конечно же, взяла. Еще взяла новинки. Покажу вам дома. Где моя любимая? Вон она со стаз. Это наш консультант. Замечательный просто. Любимый. Всем добрый вечер, мои дорогие. Сейчас я с вами буду делать распаковку. Что-то у меня за два дня очень сильно накопилось. Всех наших покупок. И хочу вам показать некоторые новинки. И то, что я очень долго ждала сазона. И какие подарки нам подарили. Не в золотом яблоке. В риф-гоше. Ну, и в золотом яблоке тоже нам подарили подарки. Вчера, значит, мы с Ксенечкой приехали с золотого яблока. И всей семьей было решено пойти в ресторан. И было ни до съемок, ни до чего. Наконец-таки приехали все дети. Собрались мы большой-большой семьей. Очень хорошо посидели. Поговорили. Поели вкусно очень. Вот так прошел вчерашний день. А сегодня я вот буду разбирать наши покупки. И заодно все вам покажу. Ксенечка уже уехала на трубазу с ребятами, с друзьями. Забрала. Она себе купила в Шанель вот такую пудру. В золотом яблоке. Я сейчас пока буду вам показывать все золотого яблока. И вот такой лифт-крем. Не знаю, забрала она его, нет. А, это ей, наверное, подарочек положили. Миниатюрку. Крем-лифтинг. Это все останется мамочке. Пробнички я все забираю. И подарки всегда все забираю. Они уже это знают. Ну, если им что-то интересно, они оставляют комиссию. Так, шоссейдок. Мне порекомендовали новые маски. Так как я пользуюсь масками. Ну, вы знаете, такие у меня. Эти. Где? Вот такие. Я люблю маски для овала лица. Всегда их беру. И сейчас они по распродаже. И наш консультант Станислав порекомендовал мне вот такие маски Шоссейдок. Они наносятся и для овала лица, и есть также тканевые. Вот для овала лица. А вот непосредственно на само лицо накладываются. В восторге от эффекта от этих масок у всех его клиентов, которых он обслуживает. И он однозначно мне порекомендовал приобрести вот такой набор из шести масок. Они абсолютно идентичные. Шесть штук для овала и шесть штук для лица. Их нужно наносить, так как у них моментальный эффект, их нужно наносить перед каким-то событием. Когда у вас важная встреча, или когда у вас запланировано какое-то мероприятие для взрослых девочек. Это вообще находка. Но пока только по словам я буду пробовать на себе, тестировать и потом скажу, работает или нет. Вот это мыло, которое я вам показывала вчера. Бергамот, ну вообще. Но им неудобно будет купаться, потому что кусочек очень большой мыло. А вот неожиданно для меня, вообще я ландыш запах не люблю. Но именно вот в этом мыле он какой-то ненавязчивый запах ландыша. И просто шикарный. Ну просто. Конечно, я не смогла его не взять. Дальше. Также новинка в Шесейдо. Новый консилер. У них есть две новинки консилеров. Вот такой. Кремообразный. У меня двести третий тон. С вот такой кисточкой. Еще у них есть в виде стика. Но, к сожалению, не было в наличии моего тона. Так, вот такой. Значит, консилер новый. Также нам дали еще каталог. Каталог или каталог, сейчас Алина придет меня поправить. Все же по-новому говорят. И ударение заново ставят, где мы раньше не ставили. Клё де пуа. Батэ. Вот вся их линейка продукции. То есть, начиная от уходовых средств. Здесь очень много всего для лифтинга и для увлажнения. И защиты от солнца. И поэтапно, как нужно пользоваться, если вы приобретете всю линейку уходовую. Да? Есть таблица. Ну, также и декоративная косметика. Все, что у них есть в наличии. Все представлено. Вот такой журнальчик нам дали. Я почитаю. Так, дальше. Дальше, дальше идем. Ну, конечно, я уже вам вчера сказала в видео, что я теперь буду покупать не больше одного парфюма в месяц. Так как он должен израсходоваться, да, успевать. И чтобы запах не становился сильно насыщенным или не приобрел нотки несвежести парфюма. Поэтому больше одного в месяц я покупать не буду. Вчера мой выпал на вот такой запах. State of Mind. Сейчас я вам покажу, откуда. Вот так они упаковывают. Еще в коробке есть такая баночка. French Gellentree. Вот такой у меня аромат. Потом открывается эта баночка. Там вот такая вот есть картонка. Она очень плотно прижимает флакон. И вот такой наишикарнейший бордовый флакончик. Запах обалденный. Запах имеет... Смотрите, еще какая нарисована над ней такая богиня. Запах унисекс. Он подходит и мужчинам, и женщинам. Нотки есть здесь такого бархатного, мягкого аромата. Абсолютно не сладкий. Больше даже, я могу сказать, имеют древесные нотки. Но он унисекс. Он похожий на мужской и на женской. Как у меня булгари. Вот. Так что январь я открыла с ароматом State of Mind. French Gellentree. Классный. Кто будет в золотом яблоке, обязательно... Ну, кто не знает, конечно, люди могут узнать этот аромат. Коробка у них шикарная. Футляр вообще шикарный. By Katrin Balandina. 100 мл. State of Mind French Gellentree. Ингредиенты вот все написано. Но все на английском состав. Я вам, наверное, не прочитаю. Лимон. Герань. Ну, это нужно смотреть уже в описании аромата на сайте. Дальше. Это наш чек. Да, девчонки, кстати. У них идет сейчас огромная распродажа моих любимых губнушек. По 300 с чем-то рублей они всего там. Я взяла 232 тон. Вот такой, видите, нюдовый. И 172 калориш лореаль. Абсолютно адекватная цена. Они уже по 600, по 500. Ну, где как. В разных магазинах у них разная цена. Но за 300 рублей вы сами понимаете, да, что это... Ну, просто вообще. Сейчас я открою. Вот эти липучки, я их ненавижу. Очень долго открывать. Горло у меня так и сцепит, понимаете. Сейчас я возьму этот ножичек. Потому что очень долго. Так. 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 Они изменили даже форму губной внутри. Смотрите, это пока еще обычная форма. Видите цвет? Ой, как они пахнут обалденно. Я вообще обожаю лореаль. Вот этот триш. А это, смотрите, какая форма. Совсем другая форма. Ну, может какая-то лимитированная у них коллекция была. Тона обалденный. 232 и 172. Так, любимые, поехали дальше. Это я показала. Нам дали подарочки также. Это Эбориан. Вот это фирма корейская, которую я очень люблю. Мне дали увлажнение. Миниатюрочку. Пшеклассный. Ну, просто. Я же люблю это все. И дали аромат. Муск. Шамал. От Армани. Пробничек. Сейчас я пшикнусь. Подождите. Так. Аромат обалденный. Очень похож на розу, муску, манталь. Что-то есть одинаковые нотки. Но аромат однозначно мой. Возможно, я даже приобретаю его в себе в коллекцию. Муск. Шамал. От Армани. Классный. Мне очень понравился. Так. За то, что я приобрела парфюм, мне дали косметичку Estee Lauder, по-моему. Estee Lauder с наполнением. Сейчас с вами посмотрим, что нам предложили. Ну, мои любимейшие миниатюрки от Estee Lauder. Это, значит, у нас ночной восстанавливающий крем. Это дневной увлажняющий крем. Дальше. Это мусс для умывания Estee Lauder. Тоже попробую. Ну, классно. А это что? О, у меня такая уже есть миниатюрка их в туши. Видите-ка, кисточка. Здесь даже еще не прокрашена. Классно. Вообще. Так, это мы с вами сразу выкинем. Это памятка Estee Lauder. Новинки их серии. Ну, и косметичка. Она такая бархатная. С вот такой стрекозой. Конечно, я найду применение. Но пока моя косметичка от Armani, конечно, фаворит. Очень хорошая форма, очень удобная. Поэтому я менять не буду пока на это. Ну, может быть, маме отдам. Пригодится. Или Ксенечка заберет. Или Алиночка. Может быть, Лерьке понравится. Пока они здесь. Сейчас на мой влог смотрят. Увидят, если нужно, то заберешь. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Ну, что у нас дальше? Я взяла же опять пять масок себе, как обычно. Потому что распродажа. Это нам положили подарочки. В последнюю очередь мы с вами посмотрим опять подарочки. Что у нас тут? Алиночкин Клоранс. 105-й тонн. Очень замечательный. Дальше. Это Лориаль. Что-то для бровей. Но я сейчас так не прочту, наверное. Гель для бровей от Лориаль. Вот таким консилером она пользуется. Лориаль всегда. Потом. Клоранс маски. Они очень офигенные. Ксения у меня ими пользуются. Для увлажнения, для питания. Вот в таком виде они. Такая труба. Она что, две одинаковые взяла? Сейчас я посмотрю. Ну да. Две одинаковые взяла. Сразу себе повезет домой. И нам дали пробнички от Клоранс. Значит, это увлажнение. Гель увлажняющий. Это отшелушивающий крем. Ну, пилинг для тела. Пробничек. Это крем увлажняющий. Вот это гель. А это в виде крема. От Клоранс. Дальше. Клоранс. Матирующая база под макияж. Попробую. Потому что у меня Алина Никс отжала. О себе. Мне нужно купить что-то. Забыла я, кстати. Но опять Кле де Пуа. Кле де Пуа. Вот это очищающая мицеллярная водичка. С их серией. С вот этой новой фирмы. Это что было у меня уже? Так. И вот такой подарок еще. Это эссенция. Выравнивающая поверхность кожи. Ну вот. Я себе и заберу ее. Замеска Никса. А, она жиденькая. Очень жидкая, но все равно. Может быть она и будет сужать поры. Затем вот такой спонжик. Сейчас мы с вами откроем. А, это не спонжик. Это салфеточки. А зачем они? Ну как диски ватные, да? Да, да. Коту? Брать в ручку и протирать мицеллярочкой лицо. Такие тоненькие они. Подождите, не могу сообразить. Так. А, их всего 4 штуки. Они вот какие, многослойные. Я думала, что они совсем тоненькие. Нет, они многослойные. Их всего 4 штучки в комплименте. Ну, чтобы попробовать. Может кому-то понравится. И они будут пользоваться такими салфеточками. Так. Это что? Освежающая, очищающая пеночка. Тоже к леду. Основимся, посмотрим. Так, ребята, что у нас дальше с вами идет? А теперь пойдем по подаркам. Да, Лерочка приехала с Володей и привезла нам вот такие подарки. Это с Кёхерленда. Диффузор. Аромат для дома. Аромат бамбука. Вот такая зеленая упаковочка. Древесный запах. Ну, очень прикольный с Кёхерленда. Запах прикольный. Очень такой свежий. Такой, знаете, вот свежедревесный. Ну, классный. Я ж люблю все это. Затем они привезли вот такой набор от Ифраши. Здесь гель для душа. Скраб. И вот такая вот мочалочка. Я все люблю от Ифраши. Это же вообще моя любовь. Затем вот такую они мне купили еще тушь. Давайте посмотрим, какая здесь кисточка. Вот эти наклейки. Это же столько надо нервов. И столько это отнимает времени. Кисточка для объема. Буду пробовать. Так, дальше у нас идет с вами. Это на овене, по-моему, привезла. Набор. Вот в такой красивой упаковочке. Так, что сюда входит? Так, что сюда входит? Коробка подарочная с ажурной крышкой. Это понятно. Сюда входит. Значит, здесь крем для рук вижу. Гель для душа и гигиенечка. Классно. Это же подарки, они же всегда приятные. Так, теперь начинается, ребята, озон, которого я ждала. Настолько ждала, что прям вот не объяснить вам, как. Так, сейчас очень хочу открыть вместе с вами, посмотреть. Сейчас я болею такой темой. Я вам рассказывала, но так мне хотелось вместе с вами все это посмотреть. Сейчас я буду открывать. Насколько это качество. Упаковали, не кисло. Упаковали, не кисло. Упаковали, не кисло. Я отключила, чтобы не занимать ни ваше время. И так неинтересно даже смотреть. Ну, все, поехали. Распаковываю, там 350 тысяч слоев клей-каленки скотча. Да ёпо мать же, а. Сейчас буду еще распаковывать. Ну, поехали. Смотрите. Это серия пахта. Это узбекские рисунки. Лимонница овальная пахта. 18 сантиметров. Знаете, как раньше у нас в детстве в домах. Были? Вот с такими узорами посуда. Я хочу все собрать. Сейчас вам покажу, что еще заказала. Смотрите, следующее. Следующее. Тарелочка. 17 с половиной сантиметров. Просто тарелочка. Дальше. Видите, какая красивая форма. Она как будто бы и под первое углубленное такая тарелочка. Тарелка квадратная пахта. 21 с половиной сантиметра. Ну, вот здесь чуть-чуть, если вам видно. Заводская капелька такая. Ну, ничего страшного. Класс. Правда? Девчонки, ну правда? Я обожаю вот это все. Следующее. У меня. Тарелка пахта. 24 сантиметра. Ну, это вот это вот все шероховатости заводские. Здесь вроде ни капелек, ничего нет. Ой, как красиво. Там еще есть красный. Там масса всего есть. Я постепенно, постепенно буду коллекцию пополнять. Так, следующий озон. А, ну, это я заказала себе. Всегда хотела. Очень люблю эмалированную посуду. Ну, просто обожаю ее. Мне не надо никаких новомодных. Я заказала себе тесто. Заводить вот такую эмалированную чашу. Обычную нашу, самдеповскую эмалированную чашу. Ее накрыл. Тесто поднялось. И все. Смотрите, фирма Эстет. У них вот есть такая линейка кастрюли, судочки. Видите? Кружечка с ручкой. Эстет. На газовую плиту. И в посудомойке можно. И в электрическую, на электрическую, на индукционную плиту. Какая-то еще есть плита. Галогеновая. Стеклокерамическая варочная поверхность. Посудомоечная машина. Газовая. В общем, выдерживает все. Обожаю эмалированные вещи. Ну, классно. Ну, люблю. Понимаете? Каждому свое. Мне нравится. Для теста. Замешивать тесто. Это очень удобно. И очень хорошая форма. Ой. По сантиметрам. Окружность очень хорошая, удачная. Ни много и ни мало. Знаете, еще такие же тазы бывают. И побольше. Но там у них на странице, на озоне, в эстете много всего. Значит, у меня миска 3,5 литра. На 3,5 литра. И называется она изобилие. Изобилие. Ой, я кайфую от таких вещей. Ну, просто кайфую. Понимаете? Так, идем дальше. Я думаю, что вот эти распакуются быстрее, чем большие. Конечно, здесь что. Я поняла. Это вот такие фиасушки с вот таким рисунком. Смотрите, тоже пахта. Пиала. Две штуки по 11 сантиметров. Шикарные. Ой, какие они внутри. Они даже переливаются. Вот тащу сейчас вот эти посуды. Вот просто. Как мало для счастья надо. Так, следующее. Ну, все это. Последний из моих покупок на озоне. Первая моя покупка. В этом году. Я так и назову, наверно, блок. Так, что у нас здесь? Ой, вся разбитая пришла. О-хо-хо, ребят. Сейчас буду писать претензию. Пиала заказала. Вот такие еще. Видите, какие шикарные тоже. Ну, разбитые. И они даже глиняные, видите? Ммм, как жалко. Слушайте, а может быть здесь есть целые? Два. Три слоуны. Четыре слоуны. Пять-шесть. Только две. Из шести пришли целыми. Блин, как жалко. Не довезли. Ну, это прямо уронили где-то. Это вот стоит около тысячи рублей, по-моему. Шесть штук. Я, наверное, даже писать претензию не буду. Буду довольствоваться двумя. Две такие. Две такие. Ой, как жалко все. Искрутилось настроение. Я заказывала еще вот такую, но на побольше. Видите, у меня здесь орехи тоже за этой серией. Ну, в общем, на этой ноте не особо приятный. Но это не страшно. Спасибо, Господи, что взял посудой. Все плюсуем. Все во благо. Ничего страшного в этом нет. Выкинем. И забудем. Сейчас мне нужно будет здесь убирать все. Ну, и будем довольствоваться вот такими красивыми чашечками. Правда? На сегодня это все, мои любимые. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новое видео. До завтра.